У нас в гостях Константин Нельзин, президент Мотоклуба 99%. Можно мы по-русски? Можно. Здравствуйте, Константин. Поздравляем вас, сегодня Всемирный день мотоциклиста. Спасибо. Действительно все началось с акции на работу на мотоцикле? Ну да, это на самом деле в Европе было в свое время придумано. И вот это вот 18 июня ежегодно по всему миру распространилось и начали отмечать именно День мотоциклиста. И люди, причастные к мотоциклам, всячески показывали, что они ездят на мотоцикле. Вы сегодня на мотоцикле к нам приехали? Да. Это вот в рамках акции или вы просто каждый день на нем летом ездите? Ну я просто по возможности стараюсь ездить на мотоцикле. Это и быстрее, и просто весело. Что у вас за аппарат? У меня большой турист Yamaha FJR 1300. 1300 это объем, так, если что, на всякий случай. Yamaha хороший мотоцикл. Конечно. Это считается как дорожный, спортивный. Это турист. Это еще третий вид. Это мотоцикл для туризма. Вот давайте по видам вы нам подробнее расскажете, какие они же отличаются посадкой, внутренностями какими-то. Какие виды бывают вообще? Ну, а основных там их несколько всего. То есть есть эндуро, это мотоцикл, предназначенный для езды вне дорог общего пользования. То есть если видели мотокросс, да, это вот... Вот там это те, на которых прям лежат практически, да? Нет, это те, на которых прыгают и валяются в грязи. Нет, в смысле посадки же разные. А ты про спидвинь, что ли, говоришь? Я же на поворотах когда-нибудь... Я имею в виду не мотоцикл лежит, а мотоциклист на нем. Пилот лежит на спортивном мотоцикле. Это спортивный, да. Это спортивный шоссейно-кольцевые гонки. Это по асфальту, по кольцу ребята катаются на спортивных мотоциклах. Есть дорожные мотоциклы, то есть предназначенные для... Там, где сидят как раз вот так, с прямой спиной? Да, с прямой спиной, да. Они такие похожи на ретро, такие все красивые. На ретро это чоперы, вы имеете в виду, наверное, такое. Да, Настя, да. Дорожные, это вот ява. Вообще не шарю планете. Дорожные, это да, вот ява. Ява, если это о чем-то говорит, то это ява. Ильш, двой планеты, этот Юпитер, там, пять. Да, а есть еще чоперы, они вот как раз вот эти вот красивые, под ретро, все такие блестящие. Ну и есть, собственно, спорт-туризм, на чем, собственно, я езжу сейчас. Это мотоциклы, которые предназначены для далеких путешествий. И куда вы на нем ездили последний раз далеко? Крайний раз, я вот буквально неделю назад приехал с поездки. У меня такая совершенно спонтанная поездка получилась. Мотоцикл зимовал в Сочи. И мне необходимо было его просто перегнать. Но 4000 километров это мало и скучно. Поэтому я из Сочи поехал сначала съездил на Эльбрус. Потом решил, что мне надо в Брест. В Бресте я понял, что я не был еще в Прибалтике. Поэтому я поехал в Прибалтику. Вильнюс, Рига, Таллинн. Потом подумал, что я давно не видел своего друга, который живет в Питере. Я не был в Питере, поехал в Питер. Как ты домой не тянет? И я поехал, поехал. Потом в Москву, ну и потом домой. Константин, у вас очень много свободного времени. Нет, у меня его очень мало, поэтому я ехал очень быстро. Сколько вы ехали? Какой ваш рекорд по скорости? Рекорд по скорости? Ну, я вот тут слышал, у вас обсуждение было 300 километров в час. Я ездил. Выжимали, да? Да. Один раз только попробовать, честно говоря. Очень страшно. Где это было? На какой дороге можно так ездить? Нет, это сейчас ни на какой дороге уже нельзя ездить. Это было достаточно давно, когда только Ленинск-Кузнецкую трассу построили, отремонтировали. Она была совершенно пустой. Это был где-то, наверное, 2006 год, 2007. И вот там у меня как раз был спортивный мотоцикл. Я решил попробовать, что это такое. Ну вот, собственно, 50 метров в секунду это страшно. Константин, ну вот я, допустим, вообще ни разу не сидел на мотоцикле и даже не знаю, что ли. Есть шанс там во дворе стоит. И вам не жалко? Жалко. Ну, вот желание появилось. С чего начинать? Ну вот смотрите, как у нас обычно все это дело происходит. Обычно человек, который хочет сесть на мотоцикл, идет, покупает мотоцикл. Садится на него и говорит, права я получу. Потом я в детстве ездил на велосипеде, я все могу. Вот, кончается это обычно печально. В лучшем случае это ободранные коленки, локти и разбитая голова, разбитый мотоцикл. После этого мотоцикл выставляется на продажу. Говорит, не, 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 больше никогда в жизни. Вот. Более продвинутые люди идут учиться в школу, получают категорию А, покупают мотоцикл. Но результат примерно тот же. Потому что, к сожалению, в наших автошколах не учат водить мотоцикл. И тут нужно пойти в какой-то вот мотоклуб, чтобы тебя и ребята научили. А у нас учат сдать экзамен. К сожалению, до сих пор. Жаль, закрыли самоподготовку. Автошколы пролоббировали вот это вот. В 2013 году приняли закон, что самоподготовку закрыли. У нас была собственная мотошкола, которой мы учили именно управлять мотоциклом. Сейчас есть площадка контраварийной подготовки, на которой ребята, инструктора готовят людей к управлению в дорожных условиях городских мотоциклам. Но людей, которые уже имеют категорию. То есть люди заканчивают автошколу, платят там 25 тысяч рублей, потом приходят на площадку со своим мотоциклом и платят полторы тысячи рублей в час для того, чтобы научиться наконец-то управлять мотоциклом. Как выбрать мотоцикл? Что бы вы посоветовали новичку, который только садится? Ну, вариантов здесь два. Если человека все-таки тянет больше внедорожная езда, то это эндуро, конечно. Плюс у него такое, что его можно валять, кувыркать там, как угодно. Он не страдает от падений. Если же человеку больше интересно именно асфальт, то начать, конечно, лучше всего с классика какого-нибудь небольшого, типа Honda CB400. Учебный такой классический мотоцикл. Дорожный мотоцикл, да? Это дорожный мотоцикл, да, который прощает массу ошибок, не сильно страдает при падениях и при этом не сильно падает в цене даже через год после покупки. Поэтому можно... И что-то... Я слышал про вес мотоцикла, что нужно выбирать... Ну, обычно, да, говорят, если человек может мотоцикл от земли оторвать, поднять, когда он лежит, тогда это его мотоцикл. То есть человек должен уметь, ему должно хватать силы поднять мотоцикл. Слушайте, а бывает наоборот, если он слишком легкий для тебя, то лучше на него не садиться. Ну, так слишком легкого мотоцикла не бывает. Это проще. Ну, да. То есть легкий мотоцикл... Эндуро достаточно легкий мотоцикл. Сделано для того, чтобы, если вы грязь засадили, мы могли самостоятельно его выучить. А есть какой-то девчачий мотоцикл, который... Девчачий мотоцикл? ...который для женщин... Розового цвета, да? ...проще в управлении. Любой мотоцикл, если вы достаёте ногами до асфальта, он вам подойдёт. Всё. Понятно. А рост не нужно свой учитывать? Конечно, ружность и сиденья же у каждого мотоцикла имеют разную высоту от земли, поэтому подходите, садитесь, ноги достаёт, значит, подходит. На бок кладёте, поднимаете, значит, ваш мотоцикл. Всё довольно просто. После рекламы вернёмся, обсудим другие тонкости. Полезная рубрика, практически оно вам надо, но в понедельник. Да. В Константин Невзин у нас в гостях. Мы выбираем вместе с ним мотоцикл. Празднуем... Отмечаем, да, День мотоциклиста, ещё раз праздник. Кстати, как отмечают мотоциклисты? Есть какая-то традиция? Да, нет особой традиции. То есть люди просто катаются и получают удовольствие от дороги. Мы знаем, что недавно вы сняли фильм. Расскажите, что это было? На самом деле, фильм мы сняли в прошлом году. Просто достаточно долго шёл монтаж. Мы не могли найти сначала монтажёров, кто бы нам адекватно его смонтировал. Поскольку опыт был первый. Наснимали много, и что попало. И масса монтажёров говорили, ребят, нет сценария, непонятно, что делать. Поэтому нет. Либо ценник был очень высокий, либо просто отказывались. Но, тем не менее, нашли, смонтировали. Получилось, конечно, немножко не то, что хотелось. Но, опять же... Документальный фильм? Да, это скорее документальный фильм такой, с посыл этого фильма, что такое счастье. То есть мы бы хотели показать людям, что независимо от того, в какой стране ты живёшь, какого вероисповедания ты, какая у тебя семья, какой доход, мысли о счастье одни и те же. Так фильм не связан с мотоциклами? Фильм связан с мотоциклами. Мы ехали на мотоциклах и останавливались в различных хостелах, в частных квартирах. И вот общались с собственниками этого жилья, с рестораторами. То есть у нас в Турции был такой турок, владелец кафе. Мы сели вечером как-то и пригласили его пообщаться. Он с удовольствием согласился. Замечательный парень. И сняли фильм сорокаминутный. На ютубе он у нас выложен. Буквально вчера, позавчера мы его выложили, наконец-то. Вот так что, если интересно, посмотрите. Вы для себя определились, что такое счастье? Счастье, это когда тебя понимают. Помните, как в фильме было? Мы живем до понедельника. Константин, почему 99% мы все рассуждали? Все достаточно банально. То есть у мотоциклистов существует такое понятие, как 1%. То есть это люди, которые ставят себя выше закона. Они относят себя к тем людям, которые считают, что... Могут нарушать правила. Могут нарушать какие-то правила. Не обязательно это правила дорожного движения. Они считают, что они выше закона. У нас клуб, который закон стит. Мы живем все-таки в государстве, которое у нас все-таки законами так или иначе регулируется наша деятельность. Поэтому мы считаем, что все-таки... Вы входите в те 99% законы придумали не зря. Да, да, и мы законопослушные граждане. Прекрасно. Давайте вернемся к мотоциклам и к сезонам. Сколько вообще длится сезон, когда начинается, когда заканчивается? Ну, некоторые у нас товарищи есть, которые вообще его не закрывают. Ну, это зимний вид езды, да? Ну, те же эндуро, например. Ребята ездят по снегу, катаются. У нас есть в Новосибирске. В этом году не видел. В прошлом году был человек, Николай Завутов. Шиповал свой мотоцикл дорожный. Ездил на нем и зимой, и летом. Ну, а вообще так классический мотоцикл когда достается? Когда снег растает? Ну, обычно я рекомендую, вот если меня спрашивают, когда выезжать, да, первогодки, например. Я говорю, вот снег растаял, песок с дороги убрали, хороший дождик прошел, пыль смыла, можно выезжать. То есть обычно это майские праздники примерно. Ну, а заканчивается, вот как-то традиционно уже получается, что последний день лета у нас происходит 15 октября. Да. Ненормально. Неожиданным образом, да. То есть, да, вечером, ночью уже холодно, но днем еще солнышко припекает, можно еще кататься. А почему-то 16-го растет холодный снег. То есть вот несколько лет подряд уже я вот замечаю, что до 15 октября можно кататься, 15-го надо мотоцикл ставить в гараж, потому что завтра пойдет снег. Вот, поэтому вот такой сезон. Давайте меркантильную сторону вопроса обсудим. Сколько, насколько дорогое удовольствие содержать мотоцикл? Вы знаете, дорогое удовольствие, то есть как-то ради интереса взяли, посчитали. И, по сути, только содержание мотоцикла обходится в год, наверное, в две поездки в Тайланд вдвоем. Что туда входит, кроме... Ну, вот чем отличается содержание мотоцикла, например, от содержания автомобиля простого? Ну, это, во-первых, расходники существенно дороже, их надо менять существенно чаще. Часто какие-то нужно менять запчасти? Ну, не запчасти, конечно. Фильтры какие-то? Поддержанные можно купить. То на мотоцикл вы за 10 тысяч купите одно колесо. То есть комплект колесный мотоцикл стоит порядка 20 тысяч рублей. Меняются они, ну, в зависимости от износа, конечно. Кто-то там и три сезона ездит, кто-то каждый сезон меняет. Вот, поэтому стоимость такая недешевая. Плюс ежевесенняя подготовка мотоцикла к сезону, да, если нормально его обслуживать, то это порядка 20 тысяч рублей в среднем. Вот еще вопрос покупки вообще мотоцикла. Из салона ли или с рук ли? На что нужно обращать внимание? На что нужно обращать внимание, да. Ну, опять же, если у вас позволяют средства, можете купить с салона, то, конечно, лучше купить салон. Это, во-первых, и гарантия, и все-таки мотоцикл. Новый есть новый мотоцикл. Вот, например, как с автомобилями. Многие говорят, что зачем покупать салон, если как только ты выйдешь, его стоимость резко упадет. Ну, с мотоциклами та же ситуация, конечно, конечно. Просто вопрос в том, что очень немногие люди могут позволить себе купить мотоцикл из салона, поэтому продать его сразу же, как только вы из него выехали, ну, это практически нереально. Хорошо. А если с рук, то на что нужно обращать внимание, чтобы вас не надули, мягко говоря? Сколько в среднем стоит мотоцикл дорожный, например? В среднем, это очень-очень такой вопрос. Все зависит от модели. Все зависит от модели, от состояния, от года, от пробега. То есть там масса тонкостей, это все-таки немножко сложнее выбрать, чем автомобиль. Я видел объявление, там Яву просто так, приезжай, забирай, отдаю. Понятно, в каком же состоянии. Но год слишком отличается от автомобильных. То есть какой мотоцикл уже считается старым, а какой еще нормальный? Тоже зависит все от класса, допустим, в классе Чоппер, да, год особой роли не играет, там скорее смотрят на состояние. В спортивных мотоциклах наоборот. То есть чем старше мотоцикл, тем он более уезженный. Поэтому здесь все от класса зависит. От того, как за ним следили, от состояния. То есть там тонкости массы. То есть нужно взять с собой вас, если кто-то соберет. Ну, лучше не меня, лучше механика, которая ремонтирует и обслуживает эти мотоциклы. Он вам больше расскажет. Спасибо. Константин Нельзин, президент клуба 99% был у нас в гостях. Но это еще не все. Ну, 20 минут у нас, да? Мы вам очень благодарны, но просто так не отпустим. Отпустим только, если расскажете забавную историю. Да. Какую же вам историю-то рассказать? Ну, наверное, знаете, история была... Сначала было страшно, а потом было смешно. Это было в 2014 году. Я первый раз поехал на мотоцикле за рубеж. И, значит, была такая замечательная в моем маршруте страна Италия. И, в частности, был остров Сицилия. О чем, собственно говоря, у нас, какие воспоминания, когда остров Сицилия звучит? Мафия. Мафия, совершенно верно. Заезжая, собственно, на остров, на последней точке ночевки, я спрашиваю у хозяйки, как бы, как там вот насчет вот этих вот страшилок? А она говорит, да, не переживай, вроде как, мафия, конечно, безусловно, там существует, есть вот эти вот все люди. Кланы. Кланы, да, но им туризм не интересен, потому что турист, он несет деньги в страну. Им интересен бизнес, поэтому я смелая, ничего там страшного не будет. Вот, значит, соответственно, приехал я на эту Сицилию, заехал к своему другу в Палермо. Сидим мы с ним, значит, за компьютером, он говорит, давай позвоним в Россию нашим общим друзьям в Кемерово. Значит, звоним этим друзьям, а они сидят в гараже и что-то там отмечают. Соответственно, они очень уже трезвые, вот, общаемся на итальянском языке, значит, и мой товарищ кемеровский подходит к камере, показывает на меня пальцем, а я стою у Тато за спиной, он говорит, о, this is Russian mafia. Человек меняется в лице, просто я вижу, он поворачивается на меня, у него полные глаза ужаса. Я понимаю, что меня сейчас выгонят из квартиры, потому что это звучит, как, ну, страшно просто. И я его пытаюсь, говорю, они шутят, не надо, не делают. А ребята сидят там за камерой, ржут и показывают пальцем и продолжают вот этот же монолог, что, о, тебе приехал русский мафиози. Вот, кое-как мне удалось его убедить, что ребята все-таки пошутили, что их и все нормально, я совершенно к этой организации никакого отношения не имею, да. Ну, реально было страшно сначала, что меня сейчас просто выставят за дверь, вот, ну, а потом все-таки... Международный конфликт не случился. Международный конфликт не случился, да. Все хорошо, что хорошо кончается. Спасибо, Константин. Спасибо вам.